Что же произошло вчера в ситуации с возвращением армянских солдат из плена? Летал ли генерал Мурадов в Баку за ними или это был рабочий визит, не связанный с вопросом возвращения наших ребят? Кто преступно ввел в заблуждение родственников солдат и дал пустую надежду? Вопросов много, ответов нет. Есть только разные версии происходящего. Мы же считаем, что главное сейчас поддержать родителей и родственников пленных и без вести пропавших во время войны в Арцахе, военнослужащих и гражданских лиц. Считаем, что все армяне должны поддержать их, объединиться вокруг них и требовать вернуть сыновей домой. В Арцахе продолжают нести свою службу миротворческие силы Российской Федерации. Все идет по плану, Арцах продолжает жить и развиваться. В Сарсангское водохранилище Арцаха вчера было выпущено 40 тысяч мальков для воспроизводства рыбного хозяйства. Французская компания «Трансэнергии» построит в Армении первые плавучие солнечные микроэлектростанции. Для оценки ситуаций и возможностей из Франции в Армению прибыл французский эколог Филипп Жан. Первая плавучая солнечная электростанция будет построена в одном из водохранилищ Армении. Мощность первой станции составит 150 ватт. На цветочном рынке Армении лидирующие позиции занимают местные производители, причем они занимают около 95% внутреннего рынка. В Армении тепличные площади составляют порядка тысячи гектаров. В 2020 году Армения экспортировала более 122 тонн и 19 миллионов цветов. Чтобы понять, насколько резко вырос объем экспорта за последние годы, достаточно отметить, что в 2010 году максимальный показатель составлял 12 тонн, а к 2016 году эта цифра достигла 25 тонн. Если по данным за 2019 год покупателям большей части экспортируемых из Армении цветов была Грузия, то в 2020 году абсолютным лидером стала Россия, куда было экспортировано 103 тонны цветов. В парке рядом с церковью Святого Григория Просветителя после длительного перерыва возобновляется строительство Ереванского скейт-парка. Напомним, скейт-парк строится на пожертвование Союза Армян Украины. Платное приложение RadioHike в App Store и Google Play и оставайся на армянской волне. В Ереване состоится научно-популярная конференция «Космические исследования и современные технологии». 12 апреля отмечается 60-летие полета первого человека в космос, которым стал советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин. Как сообщают из посольства Российской Федерации в Армении, 12 апреля в 10.00 в Культурном деловом центре «Дом Москвы» при поддержке Бюрокандской астрофизической обсерватории Армении состоится научно-популярная конференция «Космические исследования и современные технологии». В Баку у посольства России проходят акции протеста. Участники требуют вывезти российских миротворцев из Нагорного Карабаха. Иван, иди домой! Армянский национальный комитет Америки приветствует включение происхождения американских армян в типовой учебный план по этнографии Калифорнии. Это своего рода школьная программа для старшеклассников. Примечательно, что с 2014 года штат Калифорния включил в школьную программу для 7-12 классов предмет, который изучает геноцид армян. Помимо Калифорнии, такой предмет есть в штатах Джорджия, Иллинойс, Канзас, Массачусетс, Миннесота, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Огайо, Род-Айленд и Вирджиния. С 19 по 13 апреля 2021 года в курортном городе Дилижан в гостинице Best Western Plus Paradise Hotel пройдет первая школа правовой грамотности молодых соотечественников. Школа правовой грамотности молодых соотечественников – площадка, которая поможет молодым российским соотечественникам в Армении избежать возникновения ряда юридических проблем. Армянские вина будут представлены на международной выставке ProdExpo 2021 в Москве, которая пройдет с 12 по 16 апреля в экспоцентре. Армянские вина посредством фонда виноградарства и виноделия Армении на выставке будут представлены единым стендом. В выставке принимают участие 13 производителей республики. Общины диаспоры продолжают своими инициативами содействовать родине. Таврос Асланян из Нидерландов сплотил вокруг одной идеи местную общину и структуры. В результате 20 школ Армении получили новое имущество. Почему до сих пор ООН практически не реагирует на варварское уничтожение армянского культурного наследия в Арцахе? Возможно, ответ на поверхности. Достаточно знать, что председателем Генеральной Ассамблеи ООН является вулкан Боскыр – один из главных идеологов концепции по отрицанию геноцида армян. Например, в 2015 году Боскыр раскритиковал Папу Римского Франциска за включение термина «геноцид армян» в проповедь, которую он провел в Мессе в Базилике Святого Петра в Риме. Напоминаем, что вулкан Боскыр был избран председателем Генеральной Ассамблеи ООН в июне 2020 года. Премьер-министр Италии Марио Драги раскритиковал президента Турции Эрдогана за инцидент со стулом для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйн. Он назвал его диктатором, но с которым можно сотрудничать. Итальянцы, как и все европейцы, заблуждаются. Правда, не в первый раз. В 1938 году они также говорили и о Гитлере. На 1991 году жизни скончался предприниматель-благотворитель, член Совета Попечителей Всеармянского фонда Хаястан Граер Овнанян. Многие армяне диаспоры своим участием в деле строительства родины удостоились уважения. Но даже среди них Граер Овнанян выделяется своей особой ролью. Он был первым обеспеченным армянином, который построил в Армении свой дом и очаг, и обосновался на родине. Вазген Сарксян часто говорил ему, что бы мы делали, если бы ты не был рядом с нами. Он до самой смерти был рядом с матерью Родиной. Редакция Hike Media приносит свои соболезнования семье и близким Граера Овнаняна. Федеральная служба безопасности Российской Федерации предотвратила теракт в Симферополе. Задержаны двое сторонников, поддерживаемой Турцией террористической организацией Хаята Хрир Ашам, которые готовили нападение на одно из образовательных учреждений с использованием самодельных взрывных устройств. Мужская сборная Армении по тяжелой атлетике в четверг успешно выступила на чемпионате Европы. Карен Авакян с результатом 375 кг в двоеборье стал чемпионом Европы. Андроник Карапетян, выступивший в той же весовой категории, с результатом 365 кг завоевал бронзовую медаль в двоеборье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова